Из Запорожья во Владивосток на велосипеде. Такой маршрут этим летом проделал известный запорожский путешественник и краевед Владимир Супруненко. О своих впечатлениях он рассказал во время пресс-конференции. Известный запорожский писатель, краевед Владимир Супруненко проделал маршрут Запорожья-Владивосток за три летних месяца. Путешественник проехал около 12 тысяч километров. Из них 8 тысяч на велосипеде и 4 тысячи автостопом. Во время экспедиции Владимир изучал жизненный уклад славян на всем евразийском пространстве. Особенности быта в различных регионах и климатических зонах, народные ремесла и промыслы. На пресс-конференции путешественник рассказал, что самые незабываемые впечатления остались от Урала, Сибирской тайги, Байкала, Монгольских степей, Тихоокеанских бухт. Отдельной темой путешествия стали живущие за пределами исторической родины украинцы, которых особенно много на Дальнем Востоке. Это было интересно, конечно, удивительно. На Дальнем Востоке увидеть Украину и в названиях, в населенных пунктах. Там и речка Адарка, и Кулешовка, и Черниговка. Даже есть районный центр на Дальнем Востоке в приеме. И Полтавка, и Украинка. И хатки эти белые, и подсолнухи. И все это присутствует. И горы Арбузов, и Базарчики, и Шевченко. Только Шевченко там, в Дальнем Восточном Чапае, в городке пограничном памятники ему стоят. И так далее, и так далее. Спонсором экспедиции выступил издательский дом «Керамист». По словам генерального директора, прославлять Запорожье на весь мир – их прямая обязанность. В моих глазах, ну это просто геройский поступок, значит, несколько месяцев прожить в поле, в палатке, там, в целлофановом кульке, где угодно там. Я шутил, что давайте отдам палку, будешь отбиваться от волков. Ну, наверное, это была не очень шутка на самом деле. Просто представить, да, где Запорожье, а где Дальний Восток, где Владивосток. То есть, на самом деле, Владимир Павлович – наша земля-херой, и этим можно гордиться, что у нас есть такие люди. Каждый участник пресс-конференции мог погрузиться в атмосферу экспедиции, пообщаться с самим путешественником, посмотреть слайд-шоу и даже попробовать высушенный творог из Монголии.